Средняя стоимость полиса ОСАГО в набережных Челнах составляет 7 тысяч рублей. Эта сумма не изменилась с прошлого года. Однако разговоров и слухов вокруг кафта гражданки ходило много. Какие нововведения действительно появились с 1 января, а какие така остались лишь домыслами, расскажем в нашем сюжете. Стоимость ОСАГО осталась прежней. А вот внешний вид полиса претерпел изменения. На бланке появился QR-код. Сейчас страховые компании наносят знак на прежние бланки в добровольном порядке. На середину года новые формы должны появиться у всех. QR-код гарантирует подлинность бланка, а также дает всю необходимую информацию о страховке в случае ДТП. Можно считать специальным приложением с мобильного телефона либо с планшета и автоматически оказаться на странице сайта ОСАГО и узнать всю информацию, которая в этом полисе зашит. Кто застрахован, на какой срок, какой автомобиль и так далее. То, чего больше всего боялись автовладельцы – повышение тарифов на страхование в начале нового года не произошло. На практике применяются все те же коэффициенты. ОСАГО рассчитывается исходя из коэффициентов, которые нам дают Центробанк и Всероссийский союз автостраховщиков. Базовая ставка умножается на коэффициент прописки собственника автомобиля и на коэффициент мощности автомобиля. Учитывается также стаж водителя и безаварийность. О стоимости страховки сегодня говорят и сами автовладельцы. Для кого-то цена не изменилась, а кто-то стал платить меньше. Коэффициент такой безаварийности, во-первых, и коэффициент большой получается. Из-за этого изменилось. Повышение цен на автогражданку невыгодно не только автовладельцам, но и самим страховщикам. Водителям будет проще заплатить штраф за отсутствие ОСАГО, чем приобрести полис. Тем более, что территориальный коэффициент в Татарстане и так один из самых высоких. Коэффициент города Москва составляет 2, то есть 2,0. Коэффициент в Казани точно такой же. Набережные Челны идут под коэффициентом 1,7. Продолжается борьба с навязанными услугами при страховании. С 1 января увеличился так называемый период охлаждения, в течение которого страхователь может отказаться от добровольных услуг. Он увеличился с 5 до 14 дней. Соответственно, в случае, если страхователь заключил договор и потом поймет, что он его заключил зря, то он вправе его будет рассудить и вернуть страховую премию полностью. Сейчас активно обсуждается вопрос о либерализации тарифов ОСАГО. Изменения могут коснуться части страховой премии. Если водитель постоянный участник аварии, его полис может стать в разы дороже. Ксения Шулакова, Андрей Буслаков, Челны24. Продолжение следует... Продолжение следует...